Неполный рабочий день Неполный рабочий день и неполную рабочую неделю Работодатель обязан установить работнику неполное рабочее время В случае обращения с данным заявлением При заключении трудового договора, а также впоследствии К данной категории относятся беременные женщины Один из родителей, также опекун, попечитель, имеющий наождевение несовершеннолетнего ребенка до 14 лет А также один из родителей, опекун, попечитель, имеющий наождевение ребенка-инвалид до 18 лет А также лица, осуществляющие уход за членом семьи За больным членом семьи согласно медицинскому заключению Режим неполного рабочего времени устанавливается работодателем по требованию на удобный для работника срок Но не более чем на зафиксированный в законе период наличия таких обязательств При этом учитываются и пожелания сотрудника, и условия функционирования организации работодателя Условия и срок неполного рабочего времени, а также обстоятельства, с которыми предоставляется неполное рабочее время Должно быть указано в трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору При работе работником в условиях неполного рабочего времени Оплата труда происходит пропорционально отработанному времени, либо дням Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений предоставления отпуска Также работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на исчисление трудового стажа и другие трудовые права Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова»